Есть ли разница между панихидой по усопшему, прочитанной лично, и панихидой, заказанной в храме, но при ее служении отсутствовал священник? Жертва на церковь – это понятно, но тогда возникает сомнение, а все ли правильно, что делается в церкви? Я вас уверяю, не все правильно, что делается в церкви. Это сразу не все правильно, абсолютно не все. Церковь, конечно, святая непорочна, безусловно, но следует различать церковь как некое мистическое тело Христово, как нечто божественное, и церковь как организацию земную вполне себе. Так вот, мистическое тело Христово, церковь, она святая непорочна, но часть ее находится, так сказать, на земле, условно. И вот эта земная ее часть, она каким-то образом структурирована, организована в некую организацию религиозную, которая в нашем случае называется Русская Православная Церковь. Я имею в виду не греческая там, не Константинопольская, не Иерусалимская, а вот именно Русская Православная Церковь. И, конечно, не все то, что здесь происходит в этой организации религиозной, не все это правильно, не все это свято, не все это абсолютно благочестиво. Давайте вспомним, что все-таки в конце концов Христос в Евангелии от Матфея, там прям целая глава посвящена. Начинается с того, что Господь говорит Иисус Христосу, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все, что они велят вам соблюдать, все это соблюдайте, все это делайте, по делам же их не поступайте. И потом дальше, горе вам, книжники и фарисеи лицемеры. То есть, одновременно он говорит, что надо их слушаться, надо. Потому что на тот момент они как бы были вот той религиозной структурой официальной, так сказать, вот они тогда были. А потом он их там разносит и в том, и в том, и в том упрекает. Я думаю, что все то, что говорил Христос тогда фарисеям и книжникам, все это в какой-то степени, может быть, в большой даже степени, применимо и к нам тоже, как к организации. Поэтому, естественно, не все то, что делается в церкви, не все это правильно. Ну, а теперь ответ на ваш вопрос, есть ли разница. Я не знаю подробности. Дело в том, что если священник не был на панихиде, но он был в начале, например, потом в конце подошел, в серединку там еще подходил, а вообще отсутствовал, то, в принципе, я думаю, что такое может быть. Я сам, например, так тоже делал. Моя городская служба была. Я 21 год служу в селе, но до этого я еще служил в городе. Там было такое огромное количество людей, что одновременно я и венчал, и отпевал. Я там возло сдал начальный, потом пошел венчать, потом слышал, что там надо еще, и пошел опять туда, и вот я туда-сюда ходил. Если у вас это так, ну что ж поделаешь, ну вот так священник на разрыв. Если же священника вообще не было, то, наверное, разница очень-очень незначительная. Продолжение следует...